Гречку по праву считают царицей круп. Такому почетному званию она обязана своим составом. Обилие витаминов, макро- и микроэлементов, полноценных белков делает этот продукт поистине универсальным и для тех, кто придерживается правильного питания, и для тех, кто следит за своим здоровьем. О гречке и ее разносторонних талантах сегодня говорим с шеф-поваром кулинарной студии «Рататуй» Алексеем Шанцевым, специалистом по качеству компании «Макфа» Надеждой Келуновой и врачом-эндокринологом, специалистом по питанию клиники «Источник» Ларисой Скакун. Крупы, особенно цельнозерновые крупы, обязаны быть на столе любого человека. В грече есть, во-первых, микроэлементы, это кремний, его в 2-3 раза больше суточной нормы в 100 граммах продуктов. Более 50% суточной нормы цинка, магния, очень много калия, очень много молибдена, очень много витаминов группы В, есть антиоксиданты, и поэтому этот продукт полезен для огромного количества пациентов и просто здоровых людей. Например, он полезен пациентам с сахарным диабетом, потому что там очень много витаминов группы В. Он полезен пациентам с сердечно-судистыми заболеваниями, потому что там очень много калия и магния. Он полезен спортсменам, потому что там уникальный минокислотный состав и низкая калорийность. Он полезен в программах по снижению веса и для лиц, которые удерживают свой вес, потому что там низкая калорийность. И это углевод, который в процессе переработки дает выраженную сытость, человеку не хочется кушать. Вот сколько пользы от такой царицы всех круп, гречки, которые я очень любила в нашей стране. Наверняка все мы помним, что раньше перед тем, как сварить гречневую кашу, крупу перебирали, рассыпав на столе. Современные же промышленные процессы переработки позволяют удалить все инородные вещества, чтобы на выходе получить чистое зерно. Понятно, что зерно пришло с поля и могут попадаться какие-то камушки, песочек. На этом работают камнеотборники, то есть специальные машины, которые отделяют по физико-химическим, вот именно по вот этим тяжелым свойствам, такие примеси. Есть примеси, которые отличны по размеру. Например, зерновка той же пшеницы, она такая тетраэдрическая, да, туда попадают длинные вот овсюженки или от овсюга, или от очменя зернышки. Они другой формы, поэтому они могут отделяться на триерных блоках. Кроме этого, есть и легкие примеси, вот опять же, немножко лузги, немножко какой-то органической примеси. Это все уходит на сепарационных установках, сепараторах, благодаря воздушному потоку, потому что, опять же, примеси имеют иные физические свойства по сравнению с нормальной зерновкой. Оптические сепараторы не так давно вошли в нашу мукомольно-крупенную промышленность. В первую очередь, конечно, их начали использовать на рисозаводах. Но сейчас многие изготовители применяют такое оборудование. Оно позволяет как раз увидеть глазами камеры те самые дефекты в зерне. Зерно ненужного нам цвета, испорченное, потемневшее, недозревшее. И благодаря автоматике такие зерна выбрасываются в потоки, и далее идет чистое сырье на дальнейшую переработку. По некоторым данным, в России выращивается почти половина мирового объема гречихи. И это неудивительно. У нас гречка очень популярна, в то время как на Западе этот продукт понимают немногие. А, между прочим, зря. Гречиха все-таки это царица полей, да, и поэтому гречневое зерно, оно очень ценится. Очень ценится с точки зрения своих пищевых, диетических свойств. Да, большая кладезь витаминов, большая кладезь минералов. Но, наверное, уже все знают о том, что никто еще не придумал генномодифицированную гречиху. Поэтому с уверенностью, если вы кушаете гречневые продукты, вы не употребляете ГМО. В нашей стране она почему очень популярна? Благодаря своему микроэлементному составу. А самое главное, что это продукт, который очень неприхотлив к почвам. И в России очень хорошо растет. И огромный плюс в том, что поля, где выращивается гречка, практически не обрабатываются никакими химикатами, добавками, обогатителями какими-то, потому что греча в этом не нуждается. Гречка в качестве гарнира, с грибами или обжаренным луком, с маслом или молоком – все это знакомые вариации на тему королевы круп. А вот у креативного шеф-повара всегда есть нетривиальные рецепты. Такие, как, например, печенье из гречки. Предлагаю сегодня приготовить печенье гречневое. Для этого нам необходима, собственно, сама гречка, гречневая крупа, сахар, сливочное масло, один желточек, немножко разрыхлителя и ванилин. Гречку засыпаем в измельчитель. В измельчитель, либо в кофемолку засыпаем крупу и превращаем это все в муку. Итак, муку мы приготовили. Что сейчас делаем? Сливочное масло перемешиваем с сахаром. И хорошенечко взбиваем. Добавляем туда яйцо. Нам потребуется примерно полжелточка. Ванилин и разрыхлитель. И все хорошо перемешиваем. И добавляем нашу чудесную гречневую муку. Сейчас нам необходимо, чтобы у нас все стало однородной массой. Собираем это все в один шарик. Вот такой вот шарик. И убираем минут на 15 в холодильник. 15-20 минут, чтобы у нас сливочное масло стабилизировалось. И наша масса стала чуть погуще, чтобы мы потом смогли ее спокойно порезать. Итак, спустя 15 минут в холодильнике у нас получалось вот такое чудесное тесто. Делаем колбасочку. Здесь желательно это делать все очень быстро, чтобы у нас сливочное масло не начало опять таять. И нарезаем вот на такие вот печенюшки. Делаем их красивыми, ровными. На листик и уберем в духовку на 180 градусов около 15-20 минут. И спустя 15 минут в духовочке наше печенье готово. Ему необходимо еще постоять немножко отдохнуть, чтобы у нас мука стабилизировалась, потому что они достаточно мягкие сейчас. И точно так же украсим мятой. Самое долгое это именно мука, а все остальное и процесс запекания, и процесс, так скажем, дальнейшего поедания тоже достаточно быстро. Субтитры сделал DimaTorzok